вот ребята мы уже в Болливуде и первым делом идем обедать все как в настоящее кино сначала корм потом работа богатый индийский актерский обед идем вместе с известными болливудскими актерами собаченьки тоже наверное кино снимается друзья продали нас массовку или на кино на сериал как обычно распространяется какой-то новый вирус неизвестный большая опасность и в индию посрочных дела приезжают спецслужбы всех стран я в принципе одет соответственно израильские штаны мальчика хаки видит он по-моему я вообще нормальный спецагент если сериал когда еще сразу можно узнать как называется посмотреть в программе и потом отслеживать смех смехом ты за то время пока отслеживаешь свою серию ты въезжаешь в этот сериал понимаешь кто кому там приходите мы уедем он выйдет потом вернем его хорошо если у него есть лицензия на диске мы может быть умеем диски это только единственное надо это постараться узнать хотя бы как он называется правильно но это может быть рабочее название нас позвали в костюмерную по версии сергея нам дадут что шерстяные пиджаки там же не будет так же жарко как здесь внешняя жара не пробиралась к телу как узбекский халат костюмерная привет коллеги я бы даже сказал все таки вы этого в геке вряд ли учились а вот мне довелось сергей ну расскажи нам про свои главные роли в индийском кино я понимаю что про все 60 не расскажешь однажды я играл папу главные героини а наташа выходила замуж за друга главного героя ничего себе вот за индуса да так это очень не массовка это роль 2 лет это был наш потрясающий неделю снимались в большом отеле сагара которую на скал на ковалами а причем дом у нас находился рядом то есть мы как люди вставали утром завтракали шли на работу вот дорогом отеле белые люди а потом представляете мы уехали а фильм не вышел и когда мы пришли обратно приехали обратно спросили почему не вышел нам сказали что оказывается в апреле наступили когда выборы одна из борющихся за электорат партии разгласил лозунг возродим мораль нравственность и зарубили этот фильм никаких белых или никаких последних с тем черным и нельзя жениться на белой ничего не виду политика он скоро нас переоденусь продавающие нам костюмы мы будем сниматься настоящему диска пока мы на затвор как болливуда все выглядит примерно как везде в индии вот вы говорили болливуд болливуд вот вам болливуд вот болливуд вам пожалуйста выглядели так и положено в кино много персонала и куда-то ходят что-то делают вот этот человек выглядит как один из главных актеров но мы не знаем даже название фильма пиджаки несут возможно наши снимаются мерки костюм агента спецслужбы нужно не понадобится можно переоденут на что-то место прямо как будто на него как будто на него сшит вот и мне нашли пиджак давай давай смол колор мне нравится ну что наконец-то в нашу Шли, костюмчик по размеру. Стиляга. Сергей, нам надо сфотографироваться с тобой. Здорово? Так выглядят специальные агенты. В целом, в этом пиджаке, который надели на меня с трудов костюмерные и с этим цветочком, я готов сниматься в индийском кино. Здорово? Нас зовут на съемочную площадку. Да, мы вам выбрали, мы выбрали. А, вот все уже собрались. Ждали только нас с сумками. Игрия. У меня тут маленькие. Вот из белых на русском только один человек говорит. Нет, люди люди. Идем сниматься. Блин, я цветочек потерял. Уже второй цветочек. Может, есть на шоке водитель, потому что он одет в полный образ. Хотя, может, он в этом приедет. Кто, вот этот иностранец? Не-не, это тоже массовка. Он несколько смущен. Можно это заметить. Это мы чувствуем себя, как рыба в воде, правильно? Да, да. В индийском кино. Мы проходим отличный баньян. На нем есть качели. Свободное качели есть, да. Баньян, дерево из павловки. Священное, кстати, дерево в Индии. Всем рекомендуем. Мы все ближе к сегодняшней площадке. Это тот самый быкшивый. Быкшивый, да? Быкшивый, кстати, встречает нас. Там человек в красивом кресле. И не один. Твоя профессия? Кастингерик. А, кастингерик. Ооо. Дай пожму тебе руку, конечно. Да, да. Это хорошо. Да, но, кстати, судьба киногруппы или актеры массовки, она незавидна вот у них. А, это же они готовятся к роли зараженных или померших уже от вируса. Ну, вот, кстати, этот нормальный. Можно еще реабилитировать. Его можно еще спасти. Этот вообще нормально себя чувствует. Так, сумочки здесь, броху, да? Как-то мы... Да, как-то... Как-то спецагент с сумочкой хозяйственной смотрится не очень. Наши коллеги отдыхают. Мы готовимся к кино. Без этого было бы совсем грустно, но это помогает выдержать ожидания встречи. Это наш такой продюсер, который нас, собственно, и продал в это кино. Мы не знаем, сколько заработало на нас. А мы заработаем по 2500 рублей. Кирала стоит фильм «Develting» корпоража ЛТД. Возьмем специальный киношный автобус. А там ничего особенного. Наконец-то я вижу человека с камерой. Мы хорошо убили. Да. Только что Кате дали роль со словами. Представляете? А на меня никто в диване. Кате, я поздравляю тебя. Это какая-то уже режиссерская группа. Вот здесь даже есть актер второго плана. А вот это... Да, вот с плавкой сейчас в юбке. Это помощник режиссера. Сейчас Кате даю слова. Катя сфотографировала ее на айфон. Да, и вообще, почему? Где на машинке должен быть? Могли бы, конечно, распечатать роль, но мы сфотографировали ее. Катя сфотографировала ее на айфон. Буду объявлять. Добро пожаловать на интернет, на международную конференцию. Сегодня я вам хочу представить трех... Погромщику. Трех ученых. Леша с Сережей. Как пример. Становится зертая болюха. Идем. Массовка вызвана. Тест. Пробой. Блин, еще пробы можно не пройти. Хотя... Блин, а не может быть на зеленке... А, это пробы только. На зеленке, видимо, пробы. Да, действительно, в розовом. Это босс. Директор фильма, наверное. По нашему режиссеру. Ну, сразу видно. Представительный мужчина. Прямо с Катей и начали. Розы со словами, ребята, вкинуло. Это не так мало. Более-менее приличная камера. Как я ее тоже пробовал. А мы все актеры шестого плана ждем, пока Катин Кастинг кончится. У меня, кстати, пересадили в первый ряд. Я буду внимательно слушать реплики Екатерины. С серьезным лицом. Студия, конечно, странная, если... Екатерина в одной из главных ролей готовится, выучила реплику. Но говорят, что потом ее переозвучат. Сергей, тебе сказали, кого ты играешь? Да. Вы своего профессора какого-то? В общем, у нас научная конференция, мы ученые. Ну, скорее всего. Вот, наконец-то, камера встала на свое место. Но мы не знаем, это проба будет или нас уже всерьез снимают. В этом я заброшен на пионерлагерь. Ближайшая ассоциация в заброшенный пионерлагерь. Сергей, ученый из Бангалдеш, вероятно. Екатерина открывает всю эту конференцию научную. Про страшный, страшный новый вирус. Все эксперты, все ученые мира съехались, чтобы говорить, как спасти планету от этого вируса. Екатерина выходит. Залпы напряжения. Никто не знает, что он скажет. А меня даже, кстати, никто не просит выключить телефон. Это тоже мешает, да? Обнимает. Как всегда, у кидошников не готовы ничего. Филем! 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 Долгие-долгие. Вот. Так. Так. Контроль. Вдох. Вот, вот. Отличные lanzкопы. Знаешь, всеha с этим проводят. На этом вирус, он выходит. Конечно, вирус. Да. Отличные lanzкопы. Да. Есть. Еще ли. Поверите? Сегодня, в основном, три сайта проекта представлены здесь. Очень хорошо. Видишь, как рано жена талантливая, да? Вот так правильно камеру унесли прямо. Вот я кадр выстроил, они прямо все сделали, как надо. Профессионалы чувствуют другого профессионала. План сменился, появилась вторая камера. План сменился, появилась вторая камера. Так где вы вели кино с первого дубля вообще? Ну что, главный герой? Заканчивается. Это известные индийские актеры Василий и Скепан. Сейчас они будут в Шампанье рассказывать нам о новом вирусе. Который накрыл всю нашу планету. Да, надеюсь, что он на Екатерине реплики не дописывает. Ну, наверное, главный герой, смотри, он такой симпатичный. Столидный, хорошо одетый, очень дорогой. Ну, блин, да. С нашими, конечно, пиджаками и жилетками вообще не нравится. Другой филинкор. Сразу понятно, кто главный герой. Кто-то постепенный. Но, тем не менее, со словами. Сошли на Земле. О нет. Что за Либли? Связанее лучше? Ты, как? Связана лучше! Вот такие, ну смотристно! Да? Окш吧, вы 술ите с кachами. Добро пожаловать в Вильям Эдвард Чон и Арджун Бори из Индии. Вильям Эдвард Чон и Арджун Бори из Индии. Вильям Эдвард Чон и Арджун Бори. Вильям Эдвард Чон и Арджун Бори из Индии. В массовке играет ничего интересного. Поэтому я вот хожу по территории студии, нашел музей. Здесь какой-то режиссер. Здесь какой-то, видимо, основатель или владелец студии и само название студии. Немножко заколебали уже съемки в индийском кино. Настоящая работа, между прочим. Часа три-четыре уже здесь находятся. А учитывая, что приехали мы сюда в два, а ночью мы встали пол третьего, чтобы поехать на край земли и там встретить рассвет, то сейчас мне остается на индийской киностудии качаться на качеле на баньяне. Серега пошел куда-то за Бадьян мимо известных болливудских звезд, которые там тоже отдыхают. Кофебрейк 10 минут между съемками. Привет. Сергей вон тоже работает. Работает в своем костюме. В сценическом. Вышел из сценического образа. Под баньяном он вышел из сценического образа. Но к слову сказать, похоже готовится какая-то экшн-сцена на воздухе. ваньян это священное дерево из множества стволов иногда но вот этими стволами образует прям целый лес целый лес из одного дерева растет прямо на территории киностудии наши сцены закончились наверное говорят что вам остался примерно час это значит что часа полтора ну стали от съемок в волливуде мы можем посмотреть где-то Вы можете выглядеть так же. Последние сцены прорабатывают ребята. Уже стемнело. Приехали примерно в 2. Сейчас 7 часов. Ну, здесь уже темно в Индии. Студия все еще открыта. Доснимают какие-то последние эпизоды. В том числе нас, актеров Масовкина. Уже не меня и уже не Катю. Мы ждем, когда это все кончится. Получить свои деньги и уйти навсегда из Боливуда. Главный герой рассказал, что Борову для этой роли подрил. Зачем Володька сбрил усы? Видимо, очень важно. Очень важно для него. Володька с��и. Володька с выездом. В конце здесь снимается сцена потопа, что ли, мы не можем только понять, где завтра выключается свет, и компьютер графика пойдет дальше. Мы все как-то просто убежали, а вот два второстепенного героя сейчас конкретно облитыводой, к сожалению, завтра режиссера нам до конца не ясен. Все, Сергей, спасибо, что сводил меня в кино, в индийское, прямо внутрь. К счастью, к восьми дней где-то, сейчас уже к восьми часам вся эта история закончилась, потому что изрядно уже надоело в какой-то момент. Извините, если что не так. Да, Серега простыл почему-то. Все, до свидания, друзья мои и другие френды. Привет, извини. Субтитры сделал DimaTorzok